Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Ну что, не смейтесь, не смейтесь. Российским дачникам разъяснили запрет на петрушку. Вы знаете, я сначала засмеялся, потому что более такого каламбурного я давно ничего не читал. Недавно был запрет, связанный там с сорняками и так далее. Штрафы сорняки, борщевик, там вроде писали, что линейкой будут мерить высоту травы. Но на картофель штраф, там что, семена используете, но если вы, что называется, берете, пожалуйста, сами себе на семена на следующий год. Но если вы, например, продали за 100 рублей соседке, это уже все, это штраф, потому что продавать нужно покупать только специальные семена, а не какие-то. То есть там целая история. А здесь запрет на петрушку дачникам. Внимание, вопрос серьезный. Правозащитник и юрист Евгений Корчага в беседе с агентством Прайм разъяснил, пишет ленту РУ, российским дачникам запрет на петрушку. Это же звучит, запрет на петрушку. Корчага отметил, что семена петрушки кудрявой включены в СанПин, гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. Однако сама петрушка не попадает под запрет. Ее выращивание и употребление абсолютно законно. Понимаете? То есть для того, чтобы понять, что выращивание и употребление петрушки законно, необходимо разъяснение юриста. Времена. Юрист пояснил, что в перечень запрещенных растений включены лишь семена петрушки, из которых можно приготовить опасное для жизни человека масло. То есть вопрос в семенах петрушки. Понимаете? Саму петрушку выращивайте, но не акцентируйте внимание на семенах. Если будет доказано, что семена петрушки выращиваются с целью получения масла, то за это грозит ответственность по статье 228 Уголовного кодекса России. А там лишение свободы. То есть, если будет доказано, что вы выращиваете петрушку для семян с целью получения из него масла, из семян. Я не знаю, как это может доказать. Если петрушка растет, можно сказать, что ага, ты петрушку выращиваешь для семян. Правда? Ну и как доказать, что это не так? Ты сказать, нет, я ее ем. А нет, для семян выращиваешь. Значит, наверное, какую-то причину следует, наверное, масло нужно найти будет в доме, что масло, семян петрушки, например, нашли, опаснейшее для здоровья человека, да? И много петрушки, например, так что ли? То есть, я не очень понимаю. То есть, это какая-то, будут какие-то, может быть, петрушечные рейды. Значит, эта статья предусматривает штраф в размере до 40 тысяч рублей, или зарплаты, или иного дохода за 3 месяца, отметил Корчак. Кроме того, наказать могут обязательными работами, друзья, внимание, петрушку сажайте, послушайте, на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, ограничением свободы на срок до 3 лет, или лишением свободы на тот же срок. Если же дачник не намерен использовать семена кудрявой петрушки, то не стоит бояться выращивать ее на своем дачном участке, заключил юрист. Значит, ну, ранее были вот здесь, в качестве напоминания, это ромашки и дубанчики на участке, и так далее. Да. Друзья, что я хочу сказать. Здесь много комментариев. У нас с вами, наши с вами сограждане, соотечественники, оставляют комментарии такие, что их в публичном поле и не почитаешь. Тем не менее, давайте посмотрим, может быть, здесь есть на что обратить внимание. Так, Борис Макаров задает, как мне кажется, вполне резонный вопрос. А кто петрушку будет проверять? Росгвардия? Ну, это действительно серьезный вопрос. А кто будет проверять? Какой орган, какие, какое подразделение, кто будет проверять петрушку? То есть, все на петрушку, все на петрушку. Значит, так, дальше. Портвейн Трисемерки пишет. А почему на дыхание, алкоголь и табуку не вредит здоровью? На дыхание штрафы не ввели. А почему не ввели? Как-то не ввели. Ну, частично можно что-то связать с этим. Непорядок, углекислый газ, страшный яд, пишут. Один выдох, штраф 20 тысяч, один пук 50. Дальше, что еще пишут? Ласа Выдмонтова спрашивает. Что за идиотизм? Как же можно вырастить петрушку без семян? Ну, и на самом деле, я тоже задаюсь вопросом. Если петрушка растет, ведь семена явно присутствуют. То есть, они все равно есть. Петрушку же невозможно вырастить без семян. Да и оштрафовать, получается, могут, напишет. За это под любым предлогом. Вот, к примеру, у тебя есть эти петрушечи семена. Ты их честно-честно хочешь посадить, чтобы вырастить эту петрушку. И тут к тебе приходят с проверкой. Находят семена и грозят тебе штрафом. И попробуй докажи, что ты не верблюд. Ну, друзья, на самом деле ситуация довольно каламбурная. Приходят, находят семена петрушки у тебя на посадку. Ну, попробуй докажи, что ты вот эти семена используешь не для изготовления масла, а для выращивания петрушки. А петрушка есть везде, фактически, понимаете? Петрушка есть везде, на каждом участке. Получается, можно пройтись и сказать, вы для масла выращиваете штраф, вы для масла штраф. Понимаете? То есть, может дойти, но это какое-то, с моей точки зрения, это очень сложно. Или у человека должно все заставлено быть в доме этим маслом, уже изготовленным. Да, тогда другой разговор. А сами-то семена, получается. То есть, понимаете, когда пишут, вы не волнуйтесь, если вы используете для посадки. А как доказать-то, что ты для посадки используешь? То есть, посадить, может быть, прям при них сразу? Вот Павел Ботенев пишет, запретить, запрещать запретное. Еще давайте почитаем. Сказочные времена, пишут, наступают. Владислав Дикон пишет. Семена петрушки, из которых можно приготовить опасное для жизни человека масло, то за это грозит ответственность по статье 228. Это что за масло такое? Это что за масло такое, он спрашивает. Из петрушки. Нет, друзья, на самом деле, я всегда вот выдерживаю, всегда, никогда не смеюсь вот в этом смысле, потому что новость есть новость, но невозможно здесь, понимаете. Ой, да. Ну, отвечают люди с юмором у нас. Из петрушки, но не из пальмы же, значит. Из нее лучше в мире пальмовое масло и никакой статьи УК, ничего личного, только бизнес. Джан Джан пишет. Простите меня за грубость, но это же охренеть. Больше в стране проблем, что ли, нет никаких, кроме семян петрушки. Значит, а то, что наркотические препараты реализуют там и сям, в курсе вообще, это ж надо до такого дойти. Наркотики зло, занимайтесь спортом. Давайте еще почитаем, интересно. Люди пишут, конечно, клевые комментарии. Юзер 9732142 пишет. А как будет дачник доказывать, что семена он собирает для посева, чтобы получить последующий урожай зелени, а не на масло? Семена только в магазинах можно будет покупать? Ну, вот то же самое, что с картофелем. Семена покупать только в магазинах, чтобы каждый год люди свой рубль несли, соответственно, туда. Получается, что вот таким образом, наверное, если вы семена насобирали, у вас все в семенах петрушки, вот вам и пожалуйста. То есть, купили, положили упакованные, взяли, посадили, упаковку выбросили. Таким путем. Так что, друзья, вот вам дачники, уважаемые, пища для размышлений. С вами был Будда Гришин, друзья. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Оставляйте ваши комментарии. Вчера у нас был небольшой прямой эфир в Инстаграм. Кому интересно, переходите, подписывайтесь. Будем общаться на более такие разносторонние темы, потому что там поменьше цензуры. Будда Гришина нижнее подчеркивание единичка или Будда Гришина на русском и три российских флага рядом. Это мой Инстаграм. Всем пока, друзья. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok